Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 15-летняя сирота Диана Абенова и ее единственный опекун, бабушка-пенсионерка, рискуют остаться на улице. Городской Акимат подал судебный иск о выселении. Двухлетним ребенком одного сироту выгоняет. Сегодня 10 часов у нее суд. Казах 4 часа у меня суд. Ну кого-нибудь другого возьмите же, ну не сирот же выгонять. Постоянные лужи во дворах. С этими проблемами каждый год сталкиваются жители улицы Кривогуза. По их мнению, всему виной поврежденная водопроводная труба. Найдены тела братьев, пропавших на реке Копа. Водолазы нашли их в двух километрах от места происшествия. Спасателям пришлось взрывать лед. В октябрьском районном суде начался процесс о выселении девочки-сироты и ее престарелой бабушки. Иска о выселении подал городской Акимат. Предметом судебного разбирательства стала комната в 10 квадратных метров в так называемом доме-сирот. Самое интересное, что эту комнатку бабушки и внучки когда-то выделили сами чиновники. Пенсионерка Сайрана Бенова показывает свои нехитрые пожитки. Полупустой холодильник, продукты в котором рассчитаны строго на месяц. Дорогие медикаменты их бабушка принимает горстями. По словам женщины, денег с ее пенсии и пособия внучки едва хватает на пропитание. А если их выселят, то семье и вовсе придется бомжевать. Мы на птичьих правах живем. Сколько бы я ходила бы сейчас в Акимат, я не пойду, потому что они меня близко не подпустят там. Сиротская доля преследует десятиклассницу с пеленок. Ее мама и единственная дочь Сайрана Беновой умерла. С детства пенсионерка с внучкой снимали жилье. Но цены растут, поэтому со временем платить за съем стало не в моготу. Было время, когда бабушка с внучкой жили в подвалах. Нет, 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 никому не нужны мы. Мы простые народ, никогда, никогда никому не нужны оказываться. С 2011 года пожилая женщина обивает пороги Акимата и других инстанций. В апреле 2015-го им все-таки выделили комнату в 10 квадратов, а зимой они получили уведомления о выселении. За Акима Оспанова была. Там и журналисты были. Там с его стороны сидели, я не знаю. Но он сказал, решать буду, помогать буду. А в результате он сам подал мне в суд. Какое он имел право мне подать в суд. За Аким. Если бы со стороны ЖИХа было бы, я еще промолчала бы. В очереди на жилье из госфонда сирота стоит с 2011 года. В городском отделе жилищных отношений сообщили, что пока ее очередь продвинулась ненамного. В очереди больше двух, порядка трех тысяч таких же детей сирот. А что с ними делать? Есть первый, кто стоит сирота. Первый, которому положена эта квартира. Есть законы, мы должны в соответствии с законом. К сожалению, мы все понимаем, всю их ситуацию, в положение входим. Но, к сожалению, есть закон, который мы должны исполнять. Сегодня состоялось первое заседание по данному делу. Если Фемеда встанет на сторону чиновников, то сирота и пенсионерка окажутся на улице. Больше всего Сайрам Баскеновна боится, что с ней что-нибудь случится, и внучка останется совсем одна. Вот этот ребенок должен, как сирота, получить свое. Потом могу я спокойно уходить. Постоянные лужи во дворах. С этими проблемами каждый год сталкиваются жители улицы Кривогуза. Устав от ежегодных обещаний властей, жители обратились за помощью журналистам. Везде все разбито. Невозможно ни ездить, ни просто пройтись. Это улица Кривогузова, 23. По таким дорогам каждый день приходится проходить. Причиной этому стал прорыв водопроводов в 2015 году. На площадку быстро просочилась вода, которая затем дошла и до подвала. С тех пор ситуация повторяется. Затопленный подвал и двор стали ежегодным бедствием. Страдает по этому поводу и владелица магазина Саяжан Ашкенова. Малый предприниматель уже как 10 дней живет без сна. Каждые 15 минут вода в подвале наполняется. А если вовремя не высушить насосом, вода повредит электрощиты. Это может вызвать короткое замыкание и пожар. Никаких аварийных, никакого помощи нет. Не знаем, куда качать. Кое-как нашли насос, поставили, на улицу вынесли, она ручьями течет. Там и так вода, сами видели. Туалет соединили, через туалет и качаем. Это уже невозможно. Во-первых, она свет мотает. Я арендатор какой-то самый. У нас же тройной тариф идет. Не такой же, как квартира. И только квартира уже возмущаешься. Это же невозможно. Через 15-20 минут здесь я не знаю, как сидеть. Я бегу туда, отключаю воду, включаю насос. Всю ночь. Это уже невозможно. Уже я 4 дня, у меня давление. Что делать в данной ситуации, жители не знают. По мнению жителей, причина утечки воды одна – ржавые трубы. Водопроводные трубы, которые не меняли уже около 40 лет, с каждым годом создают все больше проблем. На стихийных сходах жители обсуждают будущие платежки. За эту воду тоже придется платить. Чтобы хоть как-то следить за уровнем наводнения, пришлось немного перекрыть воду. Теперь жители четвертых, пятых этажей сидят без холодной воды. Ну, нет уже в этой трубе три атмосферы. Если дадут три атмосферы, просто тут будет, знаете, фонтан выше крыши. Они ее вот так чуть-чуть приоткроют. Чуть-чуть идет вода, и слава богу. Ну, говорю, просто ждать. Здесь уже магазин очень сильно топит. То есть вода поступает. То есть пятый этаж не подходит вода. Жители дома требуют от местных властей заменить водопроводные трубы. Об этой проблеме мы побеседовали с коммунальщиками. Как оказалось, у них по этому поводу другое мнение. Карагандесу уверяют, что воды являются талыми, и водопровод не имеет к этому никакого отношения. То подтопление дома, не дома, а подвала по улице Кривогуза 23 происходит в основном талыми водами. Также было произведено обследование водопроводного ввода от колодца и до стены дома по улице Кривогуза 23. Председателю КСК Кривсак было разъяснено о том, что работы по замене водопроводного ввода будут выполнены бригадой ТО Карагандесу после того, как немножко оттает грунт. В связи с тем, что сейчас мерзлота, грунт мерзлый, параллельно водопроводу проходит высоковольтная линия электроэнергии, тем более участок водопровода частично заасфальтирован. Это создает определенные трудности при замене водопровода именно сейчас. Будем надеяться, что обещанное будет выполнено, а жителям пока остается надеяться только на свои силы. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спасатели нашли тела двух братьев, которые пропали на реке Купа в Каркаролинском районе. Напомним, 2 апреля течением реки унесло двух мужчин, которые отправились в степь на поиски скота. Они попытались перейти реку вброд. Лошади споткнулись и наездники ушли под воду. Лошади вышли на берег, однако мужчинам выжить не удалось. Тело одного из братьев спасатели обнаружили 6 апреля в двух километрах от места происшествия, ниже по течению реки Купа. Чтобы обследовать эту зону, пришлось взрывать лед. 7 апреля в этом же месте обнаружено тело второго мужчины. В поисковых работах были задействованы 6 единиц техники, 3 лодки и более 50 человек спасателей, а также военные национальной гвардии. Было необходимо взорвать лед, но чтобы не повредить тела, пришлось взрывать, начиная с берега. Результат не заставил себя ждать. Первое тело обнаружили сразу же. Сегодня утром нашли второго мужчину. Мы рекомендуем гражданам воздержаться от приближения к воде в период половодия. С начала паводкового периода в Карагандинской области при разных обстоятельствах погибло 5 человек. Помимо двух братьев, в Каркаролинском районе погибли 3 человека, в том числе 13-летний подросток. Автомобиль УАЗ упал в реку с 14 пассажирами. 11 человек сумели выбраться из воды самостоятельно. Андрей Тензис, Лан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. 24-летний карагандинец Руслан Забурдяев не хочет возвращаться в Казахстан. Информация о парне из шахтерской столицы, который попал в аварию в Индии и частично потерял память, появилась на днях в социальных сетях. Казахстанцы, находящиеся в ГУАЗ, стали постить фотографию Руслана с просьбой найти его родных. Авторы снимков писали, что у парня нет документов и денег. Нашим корреспондентам удалось разыскать родную сестру Руслана и узнать о его судьбе. Руслан Забурдяев – коренной карагандинец, ему 24 года. Его опознала родная сестра Сабина. По словам девушки, брат пропал еще после Нового года. Семья его особо не искала, так как молодой человек всегда был самостоятельным. Родные парни в недоумении, как ему удалось уехать за границу без денег. Ведь последние месяцы он нигде не работал. К тому же у Руслана была просрочка по кредиту. Сейчас родственники молодого человека надеются, что его помогут вернуть сотрудники Министерства иностранных дел. Однако, как оказалось, сам Руслан возвращаться на родину не желает. По информации МИДа, парень находится в больнице Индии, где ему оказана вся необходимая помощь. При этом документов и денег у него нет. От предложения помощи он отказался. В случае, если Руслан и дальше будет сопротивляться, ему может грозить депортация. Наше консульство хочет, чтобы он вернулся. Наше консульство уже собирается оформить ему свидетельство на возвращение. Но, как выясняется, сам, так сказать, жертва этой ситуации, он не хочет возвращаться. Находит такие отговорки, что он хочет заработать себе на билет, на обратный поте и так далее. Всемирная выставка «Экспо-2017» вызывает огромный интерес не только у коренных жителей страны, но и у местных иностранцев. Последние, живущие в нашей области по рабочей визе, намерены непременно посетить выставку. Более того, они уверены, что масштабное событие произведет настоящий фурор и станет полезным для укрепления экономических связей Казахстана с другими странами. Кенитс Дэвид Вагва преподает математику в Назарбаев интеллектуальной школе. Он вместе с семьей живет в Караганде уже несколько лет. Педагог мечтает посетить выставку «Экспо». Он уверен, что она пройдет на высшем уровне. Я планирую посетить выставку вместе с семьей. Это глобальное событие для Казахстана. Мне, например, интересны зеленые технологии. Хочу посмотреть и, возможно, найти для себя новое открытие. Идею Дэвида поддерживает и британец Иен Маккензи. Он также работает в школе по приглашению. Педагог заявляет, что Казахстан очень ему нравится, и он совсем не жалеет о сделанном выборе. Казахстан поддерживает дружеские отношения со многими странами. Поэтому я уверен, что на выставке будут представлены нано-проекты разных стран. Они мне очень интересны. Новые проекты мы потом сможем изучить на занятиях со школьниками. Жизнь на предприятии «Изоплюс» Центральная Азия кипит. Рабочие трудятся, не покладая рук. Ежегодно завод выпускает порядка 100 километров отопительных труб. Именно эта продукция уже поставляется для строительства объектов выставки. Возглавляет карагандинский филиал компании Леонард Штайн. Он живет в нашем регионе уже три года. Руководитель заявляет, что сотрудники предприятия все как один ждут и готовятся к экспо. Уже в прошлом году поставили готовую продукцию для строительства территории выставочного центра. Мы этим очень гордимся. В этом году мы также продолжаем поставку продукции для дальнейшего строительства выставочного центра. Чем отличается наша продукция? То есть лозунг выставки – это зеленая технология, это энергия будущего. Это как раз и есть наш продукт. Именно почему мы и поставили свои продукты. Продукция «Изоплюс» не только задействована в строительстве объектов экспо, но и будет представлена на выставке. По словам сотрудников компании, их трубы сократят количество выброса в атмосферу углекислого газа на 50%. Карагандинский филиал Фонда развития предпринимательства «ДАМУ» заинтересовался идеей сделать ресторан из списанного самолета Ту-154. Об этом было сказано в региональной службе коммуникации, где состоялся брифинг, посвященный 15-летней деятельности областного филиала. Эти кадры были сделаны в феврале. По дороге везли списанный самолет Ту-154. Как оказалось позже, воздушное судно приобрел карагандинский предприниматель Денис Животовский. Бизнесмен намерен сделать из самолета учебный центр, музей и ресторан. Этой идеей заинтересовались в областном филиале Фонда развития предпринимательства «ДАМУ». В настоящее время предпринимателю помогают в составлении бизнес-плана. И это далеко не первый проект, в котором фонд принимает участие. 150 проектов поддержано за 15 лет работы областного филиала фонда. Директор филиала Гульнар Хасенова подчеркнула, что фонд не финансирует бизнес, а предоставляет гарантии банкам. До 50% действующему бизнесу и до 80% от суммы кредита стартап-бизнесу, начинающему бизнесмену, фонд от имени государства выставляет гарантию банку и говорит, если вдруг проект по каким-то причинам не реализуется, то фонд «ДАМУ» вам выплатит эту сумму. Остальные 15% стартового бизнеса и 50% для действующего бизнеса залогового обеспечения – это степень вашей ответственности, участия в вашем проекте. Вы, если вы проявляете готовность заложить определенное имущество или положить в качестве залога депозит в банк, это мера вашей ответственности и участия в проекте, и вера в успех вашего проекта. Таким образом, за полтора десятилетия поддержано проектов на сумму гарантии 3 миллиарда тенге. Это позволило получить предпринимателям кредиты на 6 миллиардов тенге. При этом фонд продолжает поддерживать предпринимателей и после получения кредита. От 7% до 10% от процентной ставки банка от имени государства фонд возвращает предпринимателю для того, чтобы снизить кредитную нагрузку. Также было отмечено, что если в регионах и моногородах фонд поддерживает без отраслевых ограничений, то в Караганде фонд не поддерживает торговлю. Сделано это специально для стимулирования развития производства. Основная задача фонда ДАМУ – это поддержать производственные предприятия малого и среднего бизнеса, потому что они являются точками роста экономики любой области нашей страны. Вокруг производственных предприятий всегда появляются сервисные предприятия. Это тоже предприятие малого бизнеса. То есть получается, это вот такой, как в экономике говорят, мультипликативный эффект. За годы реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» Карагандинский филиал фонда поддержал примерно 30 тысяч действующих рабочих мест. За это время создано порядка 5 тысяч новых рабочих мест. Проект Дениса Животовского, скорее всего, будет реализован по программе «Дорожная карта бизнеса». Так он сможет получить гарантию залога в размере до 85% от суммы кредита и субсидирования процентной ставки по кредиту. Андрей Тентульген, Рашитов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Акция «Доверие населения» успешно проходит в Карагандинской области. Шесть групп из числа сотрудников Управления по делам религии и различных государственных ведомств разделились, чтобы провести информационный ликбез среди посетителей мечети и других культовых сооружений. Инициативные группы будут разъяснять гражданам их права, возможности получения работы, субсидий на открытие своего дела и другие государственные программы. Акция началась 17 апреля и продлится ровно месяц. Сегодня инициативная группа встретилась с прихожанами Центральной областной мечети. Прихожанам дали подробную информацию о государственных программах, благодаря которым они могут получить в кредит до 18 миллионов тенге по 6% годовых. Обеспечение молодежи работой – это актуальный вопрос. Многие не знают, куда обращаться, чтобы получить работу, как пройти переобучение за счет государства. Именно безработица и лень порождает в обществе всякие соблазны. Поэтому такая разъяснительная работа необходима. День мужества провели в Национальной гвардии. 7 апреля выбрано не случайно. Именно в этот день, в 1995 году, в Таджикистане, в неравном бою с боевиками погибли 17 казахстанских солдат внутренних войск. Памятное мероприятие в Караганде состоялось у мемориала «Вечный огонь». 22 года прошло с того дня, когда сводная рота внутренних войск из состава казахстанского батальона по охране участка таджико-афганской границы приняла неравный бой с боевиками таджикской оппозиции в Пшихаровском ущелье. Произошло это 7 апреля 1995 года. Ни до, ни после никогда еще Казахстан не терял в одночасье стольких своих сыновей. Тем апрельским днем погибли 17 молодых казахстанцев и более трех десятков были ранены в жестоком смертельном бою. В строю молодые ребята – это уже следующее поколение солдат внутренних войск, ныне именуемые Национальной гвардией. С этого года день 7 апреля особенный – День мужества. Еркабулан Макожанов – один из тех 17 солдат, которые отдали жизнь, выполняя воинскую присягу. Он родился в совхозе Женис Жасказганской области. Его именем названа школа в родном селе, а также одна из улиц. Сегодня мать Еркабулана приняла медаль «Батырана» за то, что вырастила настоящего мужчину. Мы все знаем. Внутренние войска – одни из немногих войсковых подразделений, которые в мирное время несут боевую службу, будь то охрана общественного порядка, участие в миротворческих операциях, ликвидация бандитских формирований. И каждый раз солдаты и офицеры остаются верными присяге. Это есть доказательство того, что в Казахстане наши воины достойны. И мы полностью, считаем, выполнили поставленную задачу нашим правительствам по защите и обороне южных границ СНГ. В Совете ветеранов намерены увековечить подвиг казахстанских солдат, установив мемориал на Площади Победы. Эту идею целиком и полностью поддерживают в Национальной гвардии. Я думаю, эти моменты, они чем хороши. Насмотря на такие обелиски, будут проводиться мероприятия областного масштаба, где на примерах этих наших героев будет воспитываться молодежь. День мужества 7 апреля прошел во всех регионах страны, где дислоцированы части Национальной гвардии. Личный состав, ветераны, сослуживцы погибших, друзья и товарищи собрались у памятников, чтобы отдать дань памяти и уважение тем, кто до конца выполнил воинский долг. Андрей Тенес, Ламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Удача определяет успех или тренировки. Под таким названием прошел обучающий тренинг для выпускников школ Караганды. На тренинге ребятам рассказали про выбор будущей профессии, а также разъяснили, что такое предпринимательство. На тренинге присутствовал директор компании «Натиже», который поделился своим опытом в бизнесе, а также рассказал о самых востребованных профессиях. Желающих в будущем заняться бизнесом оказалось много. Сара Бигщик – одна из них. Школьница заявила, что пошла на эти курсы для того, чтобы успешно сдать ЕНТ. По ее словам, чтобы достичь успеха, нужно много заниматься. Я начала ходить на юстадию, только начала ходить. Хотя, даже если я только начала ходить, но сама юстадия – это было очень интересно. Каждый учитель индивидуально относится к ученикам, старается его более ближе понять и хочет более доступно объяснить. И это более, как бы сказать, очень интересно и очень впечатляет. По словам директора карагандинского филиала, сегодняшнее мероприятие проводится впервые. Главная цель – рассказать ученикам, как выбрать правильно профессию. Как ученикам можно выбрать профессию, на какие профессии сейчас идет спрос и так далее. Вот в этом плане мы хотим вот эти тренинги провести. И я надеюсь, этот тренинг будет не первый, не последний, он будет продолжаться. И я надеюсь, ученики возьмут очень много для себя полезного. На обучающий тренинг были приглашены ученики и преподаватели карагандинских школ. Организаторы заявили, что такие мероприятия будут проводиться чаще. Айям Амрина Ажара Агибаева, Исламбегус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболумстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова